Вы что как во Франции хотите? Соцсети и благосфера о приговоре президенту Франции Николай Саркази по делу о коррупции. Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николай Саркази виновным в коррупции и злоупотреблении положением. Его приговорили к одному году тюрьмы и двум годам условного срока. Однако, согласно современной французской практике, год он будет отбывать под домашним арестом. Николай Саркази стал первым бывшим президентом Франции, который получил реальный срок. Впервые во французской истории президент был признан виновным по обвинению в коррупции, за что получил тюремный срок. Правда, отбывать он его сможет дома, под наблюдением. Кроме того, у него есть срок на обжалование приговора. В общем-то банальная история для нормальной страны. Во всяких банановых диктатурах это, конечно, вызывает некоторое удивление. С другой стороны, в банановых диктатурах бывшие диктаторы обычно заканчивают куда как хуже и совсем не травоядным заключением. Иногда их ловят в сточных коллекторах и кончают прямо на месте. Поэтому привычка цепляться за власть любой ценой, это в основном обычный инстинкт самосохранения и выживания. Будучи именно банановой диктатурой, путинская лаптиногая обнуляндия вряд ли дождется суда над своими бывшими президентами за все их преступления. Они или тихо помрут на посту, либо их распнут где-то в темном месте. Толпа их распнет или группа приближенных, это уже почти неинтересные подробности. Ответственность высших должностных лиц перед законом, нормальный атрибут нормального общества. Нормальное не значит идеальное, таких не бывает. Но в любом случае это пока все равно не про нас. Дмитрий Милин. Судьба президента. Французский суд признал бывшего президента Николя Саркази виновным в коррупции и использовании служебного положения. Саркази получил три года тюрьмы, один из них будет реальным. А ведь мог жить в Ростове. Любовь Соболь. Суд приговорил Николя Саркази к году тюрьмы по делу о коррупции. Любимое выражение российских пропагандистов хотите как во Франции. Заиграло новыми красками. Александр Тубман. Если бы на это была моя воля, я бы добавил ему еще не менее 10 лет тюрьмы за то, что именно он позволил российским войскам остаться в Грузии в 2008 году. Интересно, расследовал ли кто-либо его финансовые дела с Россией. Коррупционер Саркази очень любит деньги. Телеграм-канал Серпомпа. В Кремле вздрогнули. Бывший президент Франции Николя Саркази признан судом виновным в коррупции и попытке подкупа судьи. Саркази получил три года заключения, два из них условно. По сообщению агентства Франс Пресс, реальный срок в один год означает, что бывший президент вряд ли отправится в тюрьму. По французским законам, осужденные к заключению менее чем на два года могут находиться на свободе и носить при этом электронный браслет. Приговор Саркази имеет для российского общества важное значение, он показывает, что в Европе нет неприкасаемых политиков. Огромная власть президента во Франции не дает права на коррупцию, не означает возможности давить на суд. Саркази поплатился за свои поступки. Теперь госпропаганде в России трудно будет говорить, что в Европе все как у нас. Там, мол, на вершине власти неприкасаемые, поэтому Путин должен быть навечно защищен от судебного преследования. Не должен. Приговор Саркази вынесен. Наверное, кое у кого в Кремле екнуло сердце. Сергей Золовкин. В.В. Путин, хотите как в Париже. Неконституционные, по сути, указы о всепрощении и неприкосновенности экс-президентов вступают в фатальное противоречие с нынешним французским прецедентом, трехлетний приговор Саркази, из которого год, реальный, за решеткой. Хотим-хотим, Владимир Владимирович. Егор Седов. Относительно Саркази и хотите, как во Франции. Скажу вот что, а смотря какое как во Франции, если речь о гуманности и правосудии, год реального срока будет отбывать дома, с этим в тюрьму не сажают, да. Если о том, что неприкосновенных там нет, да. Но гораздо больше понравится, если господа, спасающие жизни видением комендантского часа, ага, вирус тут же испугался, и сдох как раз, дождетесь и прочими такого же рода мерами, заимствованными из времен 1940-1944-го, тоже не будут неприкасаемыми. Вот тогда скажу, молодцы они там, во Франции, он же, Егор Седов. А в принципе, самая опасная для экс-президентов страна, совсем не Франция, а Южная Корея. После демократизации они пересажали почти всех. Стать хозяином Чханвады, синего дома, это почти всегда путь за решетку. В последнем случае Пак Кынхе, дочь диктатора, демократически избранное, при Папе порядок был, и снятая с должности после протестов, не только за коррупцию, а еще и за превышение полномочий. В частности, для РФ это важней, чем история Саркози, за стоп-листы на ТВ для неугодных. Кстати-кстати, так сказать, забитый народ был, реально. Сперва средневековыми королями, потом колонизаторами японцами, потом, своими диктатурами и нищетой, был период, как раз до Пака Старшего, когда на Севере люди жили не хуже. И вот теперь, массовые протесты с изгнанием президентов. Что скажут юные и не очень генетики, рассуждающие о генетическом рабстве некоторых народов. Думаю, ничего они не скажут. Николай Полозов. На примере Саркози французская демократия нас учит тому, что президентов, совершающих преступления, сажать не только можно, но и нужно. Кирилл Шулика. Национальная финансовая прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы, двум из них, условно. Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь бывшему судье Конституционного суда Франции Жильберу Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома Эларео. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало. Это не первый президент Франции, который был приговорен после ухода с должности по уголовным статьям. Девять лет назад суд вынес в отношении Жака Ширака решение о двух годах условного срока в наказание за создание фиктивных рабочих мест во время его пребывания на посту мэра Парижа. Андрей Десницкий. Саркози ты мое, Саркози. От того, что мы с севера, что ли, не сидеть президентом в неволе. Иващи все давно на мази.